МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Ольга Павлова. 12 октября телеканал Самаргиз отметил 15-летие. Мы подошли к этой дате с результатами, которыми можно гордиться. Ежедневно в эфире нашего телеканала все главные новости Самары. Актуальные события и судьбоносные решения. Эксклюзивные интервью, комментарии экспертов, прямые включения и трансляции самых ярких моментов из жизни большого города. Мы одними из первых информируем жителей о том, что происходит в областной столице. При этом зрители видят только вершину айсберга. Работа большинства наших сотрудников всегда остается за кадром. Поэтому мы запустили серию программ за кадром, чтобы рассказать вам о том, о чем обычно узнают только наши близкие. У меня в гостях сегодня наш сотрудник Анатолий Головко, руководитель направления по медиакоммуникациям и оператор телеканала Самаргиз Константин Головин. Ребята, здравствуйте. Привет, Оля. Толь, ну давай начнем с себя. Наверное, первый вопрос, который задают наши телезрители, видят нас на съемках, ну обычно спрашивают. Скажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию? Вы, наверное, где-то учились? Вот мне хочется тебя спросить. Ты, наверное, где-то учился, придя сюда? Расскажи нам о своем творческом пути, а о своем карьерном росте немножечко. Ну, учился, да, учился. Образование у меня непрофильное. Но так сложилась судьба, что сразу после окончания вуза я начал заниматься журналистикой, сменил несколько редакций, ну, наверное, упустим этот момент. И потом так сложилась судьба, что я попал на телеканал Самаргиз. Начиналось все достаточно интересно. Как раз тот момент, когда я пришел на телеканал, у нас запускали новый сайт. И я, по сути, был первым человеком, который работал над наполняемостью этого сайта, то есть создавал контент. Вместе с нашим специалистом Димой Лопатиным мы создавали сайт. Вот, несколько лет я работал на сайте, потом я втянулся уже по полной, то есть у меня не было опыта в тележурналистике. Начал ездить записывать сюжеты, и вот последние пару лет занимаюсь тем, что создаем рекламу социальную, кино короткометражное и различные ролики. Вот таким образом все сейчас происходит. Вот если говорить о том, где сложнее и проще работать, все-таки проще на сайте или на ТВ, или наоборот? У меня такое ощущение, как у человека, который долгое время вообще проработал в интернет-журналистике, что все-таки сложнее работать на сайте, потому что это требует постоянной концентрации, то есть ты должен быть и утром, и днем, и вечером, и ночью, всегда должен быть готов, если что-то происходит, нужно это оперативно отписывать, оперативно со всем справляться, то есть и выдавать это раньше других, раньше конкурентов, чем сейчас успешно и занимаются мои коллеги, которые сейчас работают на сайте. Поэтому мне кажется, на мой взгляд, что сложнее все-таки работать на сайте. Кстати, о коллегах, Костя, ну вот ты, получается, ведущий, оператор телеканала «Самаргиз», очень хочется узнать, с чего начинался твой творческий путь, как ты пришел в профессию. Вот я знаю, что у тебя была какая-то интересная история, связанная с твоим детством. Расскажи немножко поподробнее. Ну, если прямо начать с самого раннего детства, то, наверное, с шести лет меня камера захватила, когда отец принес домой выходственную камеру «Панасоник». «Панасоник». Оно такая большая была. Потом появились другие камеры, и мы уже с другом начали снимать всякие прикольные видосики. Ну, и так пошло, поехало. И чисто случайно, вот, я закончил политехнический институт и отработал в офисе три года. Но чисто случайно, вот, захотелось научиться еще операторскому мастерству. Отучился, и вот уже работаю оператором. А вот как ты появился на телеканале «Самаргиз»? Отработал три года в Москве, после того, как я отучился ассистентом оператора. Ну, и вернулся сюда домой, и пришел на «Самаргиз». Оля, а как ты вообще пришла на «Самаргиз»? Это очень интересная история. На самом деле, я в профессии журналистики более 20 лет уже работаю. Были разные истории. И вообще путь журналиста начинался с радиостанции. Но потом что-то пошло не так. Видимо, я посмотрела какой-то сюжет или увидела какую-то передачу. И я подумала, ну, почему бы не попробовать? Почему бы не прийти? Был момент в моей жизни, когда это было лет пять назад, я уходила из профессии. Причем это не было связано совершенно с телевидением. Ну, не знаю, почему так получилось. Захотелось попробовать себя в каком-то другом амплуа. И это не был телек, это была медицина. И не сказать, чтобы я с этим не справлялась, но не хватало всегда какого-то драйва, какого-то позитива, какой-то, наверное, отдачи от зрителей и от той работы, которую ты делаешь. И спустя время я вернулась обратно в тележурналистику, о чем я не жалею. И, собственно, на телеканале ГИС я работаю уже три года, и мне все нравится. Сейчас драйва хватает? Сейчас драйва больше, чем достаточно, я могу так сказать. Толя, а давай поговорим, вот все равно телезрителям интересно вот не только наш карьерный какой-то рост, наши взлеты и падения. Интересно, вот как мы проводим свободное время? Кто же такой тележурналист за кадром? Вот есть какие-то у тебя увлечения, вот помимо там написания сюжетов, заметок на сайт, трансляции матчей и так далее? Чем ты увлекаешься в жизни? Какое твое хобби? Ну, скажем так, что полтора года назад я выглядел несколько иначе еще. Да, поподробнее, это как? В общем, примерно полтора года назад мне предложили как раз вести передачу «Время спорта», которая у нас сейчас идет на телеканале в эфире, периодически два раза в месяц выходит. И в тот момент я задумался о том, что стоит немножко сбросить вес, немножко похудеть, потому что на тот момент я весил около 150 килограммов, и это было, конечно, такое зрелище, не очень приятное. Вот, и с тех пор я начал заниматься спортом, и занимаюсь этим, в общем-то, уже полтора года, наверное, на любительском уровне. Занимаюсь бегом в основном. Иногда хожу в спортзал, занимаюсь бегом, и бег вообще помогает мне не только как бы поддерживать себя в форме, но и помогает в том числе в работе добиваться каких-то успехов и вообще в остальных сферах жизни. То есть бег – это круто, всем советую заниматься спортом, потому что он закаляет не только тело, но и характер, на самом деле. Скажи, пожалуйста, вот ты когда начинал, наверное, заниматься, не было у тебя такого, ой, нет, я так много вешаю, у меня ничего не получится, наверное, я пробегусь раз-два, и на этом закончим. Как вот смог побороть это все, и вообще как к этому прийти? Скажи телезрителям. Ну, мы сидели, отдыхали у друзей, вот, и в какой-то момент мне просто пришла в голову идея, что можно пройтись пешочком до дома, расстояние было достаточно большим. Вот я прошелся и подумал, что пора мне начинать ходить. То есть все начиналось с ходьбы, на самом деле, потому что с большим весом бегать это достаточно опасно для здоровья, можно получить какую-нибудь травму, и вообще сердце может не выдержать. Я начал ходить сперва по два, по три километра, потом по пять километров, вес начал снижаться, потом я начал ходить по 15, по 20 километров, и понял, что в какой-то момент я уже готов немножко побегать, скажем так, потому что мне стало легче, у меня ушла нагрузка на суставы. Ну, начал бегать с четырех километров, по-моему, и потом постепенно увеличивал дистанцию, и сейчас вот, ну, по 15 километров иногда удается, скажем так, преодолеть, когда организм чувствует себя хорошо. Ну, то есть, ко всему нужно подходить с умом, естественно, не бросаться сразу в волну с головой, и постепенно, то есть, увеличивать нагрузку, и обязательно нужно слушаться в организме. Ну, то есть, это такая своеобразная привычка, да, которая тоже вырабатывается, и потом ты уже без этого не можешь, правильно я понимаю? Это какая-нибудь вредная привычка, только эта привычка вот стала в какой-то момент полезной. Кость, а говоря тебе, есть какое-то у тебя увлечение, о котором ты мог бы рассказать? Я знаю, что ты живешь в доме. Ну, времени, конечно, очень мало, но в основном все свободное время проходит на приусадебном участке, какие-то домашние дела, огород и все такое. Зимой это лыжи, прогулки с собаками, ну, короче, просто отдых. Ну, то есть, активные виды спорта, да, как я понимаю? Да, условно-активные, скажем так. Оля, а ты? Ну, у меня тоже есть увлечение, и как бы я не случайно Костю подвела к даче. Года четыре назад я вообще не представляла себя дачником, огородником, не представляла себя девушкой, которая выращивает что-то собственными руками своими. У меня никогда не было дачи, вот честное слово, но так случилось, ну, по счастливой, наверное, случайности, теперь уже, что наш друг четыре года назад уехал на постоянное место жительства жить в другую страну. И нам достался, наверное, по наследству такой вот небольшой домик и небольшой участок земли. То есть, ну, изначально мы с семьей приезжали просто отдыхать, друзья, соответственно, баня, все дела. Потом так неожиданно для себя мы вскопали одну грядку, вторую грядку, третью, и мне, собственно, муж говорит, ну, давай что-нибудь посадим, ну, что вот мы тут как-то все облагораживаем, ничего не сажаем. Говорю, ну, давай. Так там появилось сначала 20 кустов помидоров, потом 40 кустов огурцов, после этого начали расти цветы, мы регулярно начали собирать виноград, а до этого, ну, то есть я вообще не представляла, вот приезжали коллеги и говорили, ой, я вчера вот на даче окучил столько всего, вот у меня там нарос врожай, я посадила перцы, баклажаны, сельдерей, а потом они продолжали о том, что они закатывают банки. Я в этот момент закатывала глаза и говорила, о, боже, нет, это все не при меня, этого никогда не будет. Но я могу сказать, что за 4 года я научилась не только правильно сажать, но и колоть дрова и топить баню. Так что всему свое время, я так думаю, что каждое увлечение может найти своего человека. То есть это труд, который перерос в хобби, и он не в тягость. Собственно, да, это труд, который перерос в хобби, он совершенно не в тягость, и потом, вы знаете, огромное удовольствие, когда действительно ты собираешь вот урожай, вырученный своими руками. Это очень вкусно, это дешево, и это действительно, ну, вот на мой взгляд, это увлекательно. Просто наблюдать за тем, как растет то, что ты создаешь сам. Давайте вернемся к профессии. Вот о ваших увлечениях, как бы мы уже поговорили. Может быть, есть какие-то интересные, прикольные истории, которые происходили с вами в полях, происходили на съемках, о которых вот сейчас вы можете рассказать. Толь, было что-то такое? Я на самом деле, когда готовился к передаче, вспоминал, было, да, много интересных историй, но боюсь, что все они будут не очень эфирными. Поэтому я передам право вспомнить какую-то интересную историю Костя. Костя, по-моему, у нас с тобой была интересная история, помнишь, когда мы поехали, по-моему, снимать мост? Да, на строительство Соковского моста. Давай расскажи немножко, я, наверное, подхвачу. Мы приехали на съемку строительства Соковского моста, но это получилось, что это было рано, и я пошел делать подсъемки. Ну, видимо, заработался. Я тебя начала искать, потому что у меня кроме водителя не осталось ничего. То есть я была с микрофоном, рядом со мной был водитель, а то куда-то пропал. Я подумала, что ты в карьере. Пошла в карьер тебя посмотреть, тебя нигде нет. Зашла в лес, тебя нет. Потом, соответственно, приехали сопровождающие, ну, так называемые спикеры, у которых мы должны были брать интервью, и водитель, просто не увидев, что в машине никого нет, ни журналиста, ни оператора, поехал за кортежем. То есть ситуация такая. Я стою одна в лесу, с микрофоном, вокруг нет никого. Я думаю, боже мой, что же делать? То есть пешком пойти нереально. То есть справа в лес, прям трасса. Слава богу, там, по счастливым стечению обстоятельств оказался рядом со мной мой коллега, журналист одного сетевого издания, который любезно согласился меня подвести. А телефон, по-моему, разрядился. А телефон ты оставил на телекомпании, поэтому я не смогла до тебя дозвониться. Вот такая была история. Думаю, почему связи-то не было. Хорошо, что это история с счастливым концом. Ребята, давайте, наверное, вот каждому из вас вопросов, что больше всего вам нравится в нашей телекомпании, и почему вы все-таки находитесь на ГИСе? Почему вы здесь? Ну, тут коротко ответить, наверное, не получится. Я вообще, на самом деле, когда приходил, думал, что задержусь здесь всего на пару месяцев, но ребята, с которыми я начал общаться, они мне сказали, что с ГИСа просто так никто не уходит, и ты, мол, не зарекайся. Ну, действительно, я работаю уже пятый год. Сложно сразу сказать. Наверное, если сравнивать с другими редакциями, в первую очередь, здесь очень хорошее отношение у руководителей к рядовым сотрудникам, к подчиненным. То есть, и в этом плане достаточно приятно работать, когда ты получаешь не только кнут, но и пряник. То есть, различные похвалы, то есть, люди следят за твоими успехами, вместе с тобой радуются, вместе все переживают какие-то неудачи и действительно помогают тебе преодолеть какие-то сложные моменты и вырасти над собой, и достичь каких-то новых результатов. Ну, конечно, те люди, с которыми я работаю непосредственно, это большие профессионалы, достаточно отзывчивые все, каждый четко знает, что нужно делать, и в этом плане работать очень просто. То есть, если даже чего-то ты не знаешь, что-то ты делаешь в первый раз, люди, вот в том числе операторы, всегда тебе подскажут, всегда подскажут, в общем, правильный путь. Вот у меня такая позиция. Кость, а почему ты Нагиси тоже? Расскажи. Не, ну, вообще это интересно, потому что ты бываешь на разных интересных мероприятиях, встречаешься с людьми, ну, знаешь что-то, ну, вообще общение, интересно. Ну, уже как бы, уже Нагис как второй дом. Поля, у тебя помимо Драйва что еще? Ну, помимо Драйва, это, конечно, мои любимые коллеги, которые я бесконечно рада видеть. Каждый день мы все сработались. Некоторых, я уже знаю, не первый год, то есть с некоторыми была знакома Дагиса, и, конечно, вот менять тепло, уют, комфорт, прекрасное отношение руководства на что-то другое, мне на сегодняшний день не хочется, и я очень надеюсь, что, в общем-то, я проработаю на ГИС еще не один год. Что же, наше эфирное время подходит к концу. Сегодня вместе со мной в студии были руководитель направления по медиакоммуникациям Анатолий Головко и оператор телеканала Самара ГИС Константин Головин. Это была программа «За кадром». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова